Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании под видео. Ссылка в описании под видео. Ссылка в описании под видео. Отмечаем снижение количества жертв по сравнению с прошлым годом на 42%. Однако это снижение не будет казаться столь значительным, если мы вспомним, что в прошлом году рост числа случаев гибели людей на море вырос на целых 77%. Общее же число погибших или пропавших без вести на море за последние 7 лет превышает 24 тысячи человек. Речь идет о мигрантах, беженцах, а также лицах, ищущих убежище, в том числе женщинах и детях, защита которых прямо предусмотрена международным правом. Господин председатель, очевидно, что руководство Европейского Союза спешно пытается выправить ситуацию, заключив за последний год соглашение о партнерстве по регулированию миграции с рядом стран Африки. Однако, чтобы эти меры дали хоть какой-то прикладной эффект, потребуется время. А они и так сильно запоздали. Тысячи погибших уже не вернуть. Ужасные трагедии, такие как у берегов Ливии 16 декабря 2023 года или у печально известной Лампедузы 16 июня текущего года, продолжают происходить с печальной регулярностью. Для их предотвращения необходимо в корне изменить отношение Европы к этой проблеме. Очевидно, что упомянутых трагедий не случилось бы, если бы терпящим бедствие на море своевременно оказали необходимую помощь, как того требует хотя бы простой гуманизм, не говоря уже о принципах международного права. Однако в большинстве случаев спасение тонущих отнюдь не является приоритетом. Страны-члены Евросоюза не только не предпринимают меры по спасению тонущих судов, но и фактически запрещают каким-либо другим кораблям прийти на помощь терпящим бедствия, подрывая тем самым усилия профильно-гуманитарных НПО. Одним словом, делают все, чтобы не допустить мигрантов на свою землю, зачастую ценой их жизни. По-прежнему не проводится должного расследования случаев неоказания помощи со стороны европейских пограничных служб терпящим бедствия мигрантам, а виновные остаются безнаказанными. Постоянные рекомендации генерального секретаря назначить всем спасенным или перехваченным в море людям безопасные порты для высадки на берег, опять же согласно нормам международного морского права, а также провести расследование преступлений, совершенных против мигрантов и беженцев, Брюсселем попросту игнорируется. Господин председатель, не лучше обстоит дело и с противодействием незаконной перевозке мигрантов и торговле людьми. Как следует из упомянутого доклада, большинство преступников избегает арестов, в том числе используя коррупционные схемы. Эта преступная деятельность продолжает процветать. Примещательно, что в Евросоюзе всегда высокопарно высказывается за борьбу с безнаказанностью, а также сотрудничество с Международным уголовным судом. Однако, когда в этот суд поступила жалоба на них самих, они не спешат призвать виновных к ответственности, да и МУС не спешит заниматься европейскими чиновниками. Возникает закономерный вопрос. Как на фоне этого следует оценивать эффективность соответствующей военно-морской операции ЕС все эти годы? Ответ очевиден. Мандат, предусмотренный резолюцией Совета Безопасности 2240 и последующими ее итерациями, не выполняется. ЕСовские структуры все это время использовали этот мандат исключительно как индульгенцию для жестокого пресечения нелегальных миграционных потоков, прикрывая высокопарными словами свою необъявленную войну против мигрантов и беженцев в Средиземноморье. Это стало настолько очевидным, что Брюссель сам отказался от идеи продления данного мандата. И действительно, его пролонгация была бы откровенным глумлением над тысячами погибших мигрантов и беженцев. Одновременно напомним, что оказание помощи мигрантам, беженцам, соискателям убежища и лицам безгражданства на сегодняшний день является важным компонентом усилий, направленных на поддержание мира, безопасности и стабильности. В этой связи еще раз настоятельно призываем Брюссель и страны ЕС соответствовать своим же громким заявлениям о гуманизме и правах человека, проявляя гуманные отношения ко всем мигрантам и беженцам без исключения, а не только украинским. Призываем покончить с позорной практикой выталкивания судами прибрежных европейских государств лодок с мигрантами за пределы своей юрисдикции, что обрекает людей на мучительную гибель. Следует прекратить и преследование гуманитарных и неправительственных организаций, оказывающих помощь всем этим людям. Брюсселю пора взять на себя ответственность за эти инциденты и принять соответствующие меры, а не ограничиваясь высокопарными сожалениями на словах. Спасибо. Спасибо.